Вопрос такой возник, что братья, когда шейх побуждает требовать знаний, или ученые говорят, что каждый не может стать требующим знаний. И те, которые не могут стать требующими знаний, они что могут для ислама сделать? Почему? Почему я работаю в тежах? Тогда шейх говорит, а зачем тогда, ну я спросил, что они могут торговлей заниматься, и шейх задает вопрос, зачем он тогда торговляет? Потому что некоторые говорят, что это самая лучшая профессия. Правильно? Нет. Какая самая лучшая профессия на земле? Самая лучшая профессия, профессия пророков, о которой сегодняшний день он сказал, кто лучше своими словами, чем тот, кто призывает к Аллаху? И это должно быть профессией, обязанностью каждого мусульмана. Как сказал Всевышний Аллах, скажи, это мой путь. Я и те, кто за мной последовал, призываем к Аллаху. Значит, если это профессия пророк Мухаммад Салсам, тот, кто возомнил себя следующим за пророком Салсам, тоже должен заниматься призывом. Однако, остерегайся. Никогда не говори без знаний. Не давай фатвы. Не философствуй, как говорят у нас в Тараводе. Если ученые о чем-то говорят, и ты передаешь их слова, не говори даже больше, чем на это слово. То, в чем ты, те знания, в которых ты уверен на 100%, доноси их до людей. Если 1% сомневаешься и 100%, то не говори. Когда пророк Мухаммад Салсам послал Муазу, спросил, что пусть первым будешь, то, к чему ты призываешь, что сказал? Спор с ними сказал? Припирайся с ними. Расскажи им об их ошибках. Сказал? В одном риуате сказал, чтобы они были единобожниками. В другом риуате сказал, чтобы они засвидействовали о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Было ли так, что проксалусом когда-нибудь встретил хоть одного кафря и не призывал его к исламу? Да или нет? Было такое? Не возможно. Никогда невозможно такого. Ты сколько раз встречаешь неверующих людей? Не значит это, что надо с ним спорить. Скажи ему, что ислам это религия правдивости. Ислам это религия справедливости, а не религия равенства. Каждый мусульманин желает добра для неверующих, потому что добро для неверующих, это чтобы он вошел в ислам. И мусульманин боится, что если он не войдет в ислам, то войдет в ад. Брат, просто прочитай ему Куран. Самая легкая вещь. Скажи ему, послушай слова Господа Миров. И ты увидишь, как эти слова Господа Миров зайдут в его сердца. Ведь Пророк, салалаллаху алисалям, читал же Куран для неверующих. Почему мы думаем про машину, про дом и так далее, и не думаем про призывающему Аллаху? Пользуйся вот этими вещами, которые существуют на сегодняшний день, как в соцсети и так далее, для того, чтобы распространять знания. Продолжение следует...